Как и в Китае, в ряде европейских стран растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонии. Чаще всего это наблюдается среди детей дошкольного возраста. Инфекцию провоцирует бактерия микоплазма пневмуния, которая вызывает как легкие респираторные инфекции, так и тяжелую пневмонию. Некоторые страны, в том числе Дания и Франция, уже квалифицировали рост заболеваемости как эпидемию. Мы позвонили в Министерство здравоохранения Молдовы, чтобы выяснить, принимает ли ведомство меры по профилактике заболевания. Но там не ответили на наши звонки и сообщения. В Китае с ноября участились случаи респираторных заболеваний, особенно среди детей, которые жалуются на симптомы, похожие на пневмонию. На что обратила внимание Всемирная организация здоровья, пишет Independent. По данным детской больницы Пекина, ежедневно поступают не менее 7 тысяч пациентов, что значительно превышает возможности этого медучреждения. На прошлой неделе крупнейшая детская больница в соседнем городе Тянцзин приняла более 13 тысяч детей в амбулаторное отделение и отделение неотложной помощи. Между тем, шесть стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны сообщили о росте числа случаев пневмонии. Некоторые страны, в том числе Франция и Дания, квалифицировали рост числа случаев как эпидемию. Это заболевание, которое обычно развивается медленно, возникают кашель, усталость и головные боли. Если оно длится достаточно долго, это может быть микоплазменная пневмония, утверждает один из датских исследователей. В Нидерландах также сообщили о росте случаев пневмонии. По данным Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды королевства, дети в возрасте от 5 до 14 лет особенно восприимчивы к пневмонии. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что даже если текущая ситуация в Китае не выглядит как новая пандемия, все же необходимо тщательно лечить невыявленные случаи пневмонии, чтобы иметь больше шансов предотвратить следующую эпидемию. Наш телеканал обратился в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, следует ли беспокоиться гражданам Молдовы по поводу распространившейся за рубежом пневмонии и разрабатывает ли ведомство стратегии по предотвращению заболевания и борьбе с этим вирусом в случае его появления в нашей стране. Однако пресс-секретарь Министерства Карина Камурарь не ответила на наши звонки и отправленные сообщения.